итак новое новая комната называется subdomain enumeration learn various ways to discover subdomains and expand your attack surface and target так чтобы далеко не ходить surface это скорее всего площадь поверхность surface surface domain enumeration is a process of finding valid subdomains for a domain but why do we do this we do this to expand our attack surface and try to try and discover more potential point of the vulnerability surface итак мы это делаем для того что это причем прикольно поверхность геометрическая аутсада поверхность в принципе можно посмотреть еще круче surface language version поверхность внешность поверхность так значит мы увеличивая поверхности можно сказать увеличивая поверхность атаки мы увеличиваем тем самым потенциально увеличиваем возможность того что мы что-то найдем и тем самым достигнем своей цели а цель у нас показать клиенту что его система не совершенно но в принципе она и так и совершенно даже без того что делать поиски скорее всего это просто вопросом времени когда найдут эту несовершенство несовершенность или несовершенствует значит так первый вопрос вот из subdomain enumeration method begin with b bootforce 2 это ос-int ос-int это open source intelligence это когда и ковыряются в ос-int в открытых источниках таких как возможно линкдин какой-нибудь возможно еще какой-нибудь и как нибудь социальные сети которых любят выставлять свои достижения работу и так разведка по открытым источникам open source intelligence дисциплина включает в себя поиск выбор и сбор разведывательной информации из общедоступных источников а также и анализ в разведывательном сообществе термин открытый источник разведывательных данных open information source указывает который указывает на общедоступность источника в отличие от секретных источников и источников с ограниченным использованием но он не связан с понятиями просто источник информации означаешь любую информацию находящуюся открытом пространстве это понятие не тождественно публичной разведки public intelligence также его не стоит путать с понятием открытые программное обеспечение но это все с утверждением аналитика из цру шермана кента 1984 год политики получают из открытых источников до 80 процентов информации необходимой им для принятия решений в мирное время позднее генерал какой-то это супер поехали дальше теперь ssl ls certificate 20 its certificate is a secure socket layer transport layer security certificate certificate is created a domain by ca security authority c8 take part in what's called Продолжение следует... ...discover subdomain belonging to a domain site. Так. Значит, есть SRT, это Certificate SH. Давайте посмотрим, что такое SRT SH. И есть еще один, который называется Transparency Report. Вот он вот. Теперь нам нужны сертификаты. Certificates, Transparency Reports, Report, LSTPS, Certificates. Вот это наложено. Certificates. Это. И вот Transparency Report. Вот здесь, наверное, можно сделать Try, Hack, Me, Docom. А, инклюция Abdomain надо было нажать вот сюда и нажать вот сюда. И вот он ищет все subdomain, которые как-то связаны с этим Try, Hack, Me. А теперь вот здесь. Try, 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 Cap, Me, Docom. What's up domain name? Matching identities. Dox, Dox, Store. Все подряд. Store. Итак. GoTo.hsrt. Значит так. SSL и TLS это, в принципе, два брата, которые, ну как бы два протокола, которые могут создавать сертификаты. Насколько, чтобы вообще не было сильно SSL, VC, TLS, Wiki, Pedia. Сейчас посмотрим, чтобы просто так не говорить. Просто один был более уязвимый, этот SSL, TLS был сделан как метод. Улучшение этого. Значит так. Протокол защиты транспортного уровня. Предшественник SSL. Защитный слой сертификатов. Криптографический протокол обеспечивает защиту передачи данных между узлами в сети интернет. Используется симметричное шифрование для аутентификации. Симметричное для конфиденциальности и коды аутентификации сообщений для сохранения целостности. Асимметричное для аутентификации, симметричное для конфиденциальности и коды аутентичности для сохранения целостности. Симметричное для конфиденциальности и коды аутентификации и коды аутентификации. Значит это создает вот такое вот. Можно посмотреть что такое асимметричное криптография. Это когда асимметричное. Это когда у разных сторон есть разные ключи. И каждое сообщение, которое криптуется, оно криптуется внутренним ключом. Оно криптуется публичным ключом, открывается внутренним. И у каждого есть... То есть без внутреннего ключа правитки нельзя, в принципе, по большому счету нельзя откриптовать. Скорее всего где-то в каких-то институтах можно это откриптовать. Мы просто не знаем симметрично. Это когда один и тот же ключ делает и расшифровкой занимается. И коды аутентификации сообщений это когда как что-то вроде подписи. Средства обеспечиваются им. И метазащиты в протоколах. Это что-то вроде подписи, чтобы тот, кто принимает сообщение, знал, что кто точно послал это сообщение. И не было никаких... Ну, не было никакой возможности сказать, что это нет, это не я послал. Кто-то за меня это послал. Ну, как-то так. Теперь нам нужно найти... Was logged at вот такого-то числа. 20-го, 20-го. Значит, мы идем сюда и смотрим по логам. И делаем такой поиск по логам. 20, 15, 26. И вот он есть. То есть получается, что это store. Поехали дальше. Теперь search engines. Ну, search engines это те же... Это те же гуглы, бинги. Сегодня есть еще и так-то гоу. Есть еще всякие разные. search engines. Можно посмотреть. О, 17. 7 самых популярных. А в принципе, листов search engines. Супер. Можно посмотреть, какие есть. Значит так. Списки открыты. Вот. Вот они все. Общие поисковые региональные. А, еще есть и региональные. Ask, Blacko. Это закрыт. Дак-дак, гоу. Google ясно. Yahoo ясно. Альтабиста. Точно понятно, что это такое. Спутник. Наверное, русская. Да, поисковая система спутник. И Яндекс. Ну, тоже ясно. А, есть еще и внутренние. Поиск mail.ru. Индия. Guruji.com. Супер. Рамбли. Расси. Ну, это Рамбли известный. Лидеры Байду. Навер. Сизман. Чехи. Ну, даже в чехских есть машинки. Ну, вот так. Значит, все-таки есть интересные эти. Вот здесь использование Google. Теперь. Вот это. Вот это называется Google Dorking. Google Dorking. Google. Или. Чичит. Вот это Google Dork. Чичит. Санс. Вполне возможно, что еще. Что-то сносное. Можно посмотреть. Вообще, они, ребята, очень крутые. Это сейчас не к нам. Доунлоудить нужно. А мне что-то не хочется доунлоудить. Ничего. Так. Google Dorking. Чичит. О. Вот какие есть еще. И. All in. All in text. In text. In url. All in. Вот он. Сайт. Теперь. Минус. Говорит о том, что мы не будем искать на tryhack.me.com. Плюс говорит о том, ну, как бы не плюс, а вот это говорит о том, что мы да будем искать на все кроме W. W, 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 значит, не будет входить в поисковик. Все вот это да будет входить. То есть здесь принцип говорит о том, что это так. Search engine contain триллионсовов links to more than billion websites, which can be an excellent resource for finding new subdomain, using advanced search methods on website in Google searches. AttergentGene. Значит, есть миллионы сайтов. Значит, есть контейнеры триллионы линков, миллионы сайтов, миллионы сайтов, миллионы сайтов. Ресурсы, которые находят new subdomains. Use advanced search method on a website like Google such as free site filter can narrow the search results. For example, минус would contain a result leading to the domain name dot com, but exactly links domain dot com, therefore, W, exclude any links of W. Ну, это то, что я сказал. Минус убирает просто этот www.tryhackme.com, а вот этот остается как раз таки. Только вот этот, этого не будет, все остальные он да найдет. Если сейчас мы придем вот сюда вот и сделаем Google, и сделаем site, значит здесь минус www.tryhackme.com и тут же сделаем site, site.tryhackme.com и вот пришел. Вот есть help, blog, b, blog, 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 tryhackme.com. Так, теперь DNS brute force. Мне очень интересно знать, что происходит вот с этим. Потому что мы что-то заехали. Мы к вам заехали на час. Вот это, кстати, у Гоу Бастера есть что-то такое. У Гоу Бастера есть, у Никто есть, мне кажется. Только это нужно посмотреть, я не помню так сразу. Никто. Интересно, что он идет. Но в принципе, да, вот он что-то находит, какие-то private. В принципе, никто. 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 Вот я не помню. Какой. Этот. Есть расширенный help, у которого help с большой буквы, конечно же. Этот. Здесь, если сделать grab и сделать wear. Sub. Вот. Есть. Subdomain. 5 attempt. Weather ask submitting updates. 5. Subdomain. Так, теперь я вам C5, чтобы посмотреть. Самый ближний 5. И, конечно же, ничего не понятно, потому что здесь маленькая мукрация. Вот. Butate. Guess additional file names. То есть, у него, да, есть вариант. Enumerate. Enumeration. Есть такой же у GoBuster. GoBuster. Help. И, по-моему, DNS. 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 Вот он, DNS. DNS. Domain. Showcase. Showcase. Флаг. Если взять D. DNS.com. Showcase. DNS.com. Showcase. DNS. Давай, что я делал. Если взять D. Нет в таком. Word List. D. String. Наверное, не так уже хорошо есть. Custom. Common. Okay. BruteForce. Значит, следующий идет BruteForce. DNS. Domain. Name. System. Enumeration. Итак. Значит, все-таки, да, у GoBuster есть. Если сделать D. D. И сказать ему, чтобы он пошел смотреть. Ну, допустим. Вот это можно посмотреть. Скорее всего, придется это делать. Nano. Etc. Hosts. . . . . . . H. . скопировать и сказать ему есть есть теперь цена вроде как вот это и вроде как вот это вот это был сек лист и вор листе был сек лист сек лист теперь где-то здесь должно быть базе домен 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 вполне возможно что нет может быть discover может быть discover днс днс собдомейн и так теперь посмотрим что они что пишут здесь ребята и номера из метод of trying 10 hundred thousand millions possible subdomains predefined list commonly used то что вы сделали взяли лист вот этих неймов можно посмотреть сколько их здесь есть вот здесь вот 1907 и вот они по ним пробегаются и request automated using dns recon и в сайт можно посмотреть его сайт вот dns recon run и он находит 2 api и ww значит скорее всего нужно и пиры subdomain recon api окей супер теперь есть такой саблистер саблистер это такая туза написано вроде как на саблистер написано питоне питоне если я правильно помню саблистер саблистер да на питоне написано стул затака которая делает осинт сейчас мы его посмотрим саблистер view button стать экран саблистер симулейтс дисковер нью саблистер 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 даст саблистер нам даст 55 вот это total вот он дал и вот у нас есть так скорее всего из-за того что саблистер делает вот такой search вот все вот эти ребята скажут что мы какой-то бот и могут на какое-то время заманить поэтому нужно использовать какие-нибудь скажем так vpn или еще что то теперь 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 сам сабдомейн aren't always hosted in public publicly publicly accessible DNS result such as development version of application вот это очень интересно значит не все сабдомейны всегда находятся в открытом в открытых DNS результатах то есть они не всегда бывают на публичных DNS в публичных DNS результатах и поэтому нам придется сейчас и посмотреть и keep them private developers machine and their host то есть они сохраняются в секрете на девелоперских машинах и в их host файлах ну вот на на линуксе это etc host а на windows это etc host только windows system driver и так далее и они они уже могут как бы направлять тот ID на определенную в определенный рус значит because the web service can host multiple websites from one server when website is requested from the client the server knows which website the client wants for from the host header вот это то что мы можем здесь увидеть фав он как раз хост хейдер он играется с хост хейдером а айпишник у него один и тот же и в принципе вот здесь в этом артикле в этой статье написано то же самое если сделать глупастер host you ему сделать вот такое то он найдет должен найти потому что в этом он не нашел понеслась и так значит host header we can utilize this host header by making changes to it and monitoring the response to see if we are discovering new websites так значит если взять вот эту штучку вот это вот до сих пор то можно узнать можно узнать что происходит на том континенте и конечно же он не показывает нормально сейчас показывает так еще раз вот это 2000 yellow что-то мне не нравится он показывает все где-то было на в 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 я хочу узнать только q наверно you который скажет ему делай это тихо q q нет все первый гр q q request пир квест интересно если не хочу все знать значит здесь укорачивается W switch specified word list we are going to use H switch header ну H это еще с курла известная тема курл курл если делать help играть играть ну какой-нибудь там H конечно же не знает как как нужно если вот так вот он H header вот тот же header из url курл курла такая же вот он header и так же пишется поехали дальше acme где мы остановились на dds host like DNS platforms we can automate this process by using wordlist common used subdomains значит ну этот лист мы здесь уже видели не один раз вот этот лист name list из DNS теперь так как вставил the attack box ну это ясно что здесь нужно это все поднять кинуть теперь switch это wordlist edge это header фаз это keyword in the space where the subman would normally go and this is where we'll try options теперь мы приезжаем к тому же что в принципе делал пан если он здесь есть вилфанс вилфанс есть такой теперь если сделать help сделать grab и sub какой-нибудь domain надеяться что у него help работает у него работает help но нету subdomain есть domain пас так а теперь subdomain или virtual virtual нету значит то же самое если сделать это это супер если сделать то же самое слово сказать раз и help 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 вот он как делается значит z это payload будет вот этот лист это этот лист теперь url он будет вот такой вот и и вот теперь вот это вот это будет и это будет работать очень интересно и не сработало потому что 0 непонятно откуда пришел и опять не сработало потому что 0 could not resolve окей тогда сделаем то же самое что сделали до этого и теперь то есть вот это вот нет что теперь что то теперь нет ему не понравилось так так grab header а вот header есть и header есть так так что 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 мне понравилось и фадмейн not work while ssl site for more information ssl и нашли ssl это не ssl site name value о пропустил хост хост а теперь понеслось так скорее всего так же как и здесь написано нужно определенные сайт то есть не весь сайт подходит здесь есть какие-то сайты которые нормальны есть какие-то сайты которые нет length 0 если мы возьмем и посмотрим опять на relax when здесь где-то в конце есть вот они sl lines hide h hide l lines ward ok я наверно пойду на и у меня здесь было это board это lines значит lines 0 lines 51 h h h h h l есть дельта и есть yellow subdomain delta и subdomain yellow скорее всего но здесь они хотели все-таки паф понять а мне он не очень понятен так f здесь сайз 51 syntax first part for size если я сделал 51 не прошло 51 значит 51 tab size так f help grab size size filter comma separated sizes size range 51 там не было там был другой вот этот вот который показыватель который фильтруется он надеется что он фильтруется он сфильтровался а теперь можно попробовать еще что-то так как есть сайз 56 здесь по нулям здесь вообще сайзов нету а теперь можно посмотреть как он себя ведет когда вот это правильно да то же самое пришли к тому же самому и будет yellow и тем самым мы выиграли эту комнату всего хорошего до новых встреч берем шн п да а и а и и и Продолжение следует...